Космическая опера Проблема в том, что древняя раса жнецов таки явила себя миру и пошла на него войной. Плохо, что никто не верил Шепарду, но теперь это не важно, нужно спасать свой дом, свой народ и всех остальных. Поэтому главный герой отправляется искать поддержку в других уголках этого заблудшего мира. Предстоит воодушевить на бой целые цивилизации, а потом дать ископаемым засранцам грандиозное финальное сражение. Шепард посетит Тучанку, Илеум и даже Цитадель. Своим размахом третья часть без сомнений значительно превзойдет предыдущей части. Это касается почти всего. И событий, и красивых космических панорам, потому что графику заметно подтянули. И экшена, и сценария. Фирменная нелинейность будет еще более нелинейной. Если у вас остались сохранения после второй части, то можно транспортировать их в третью и сделать ее еще более нелинейной. Правда, эта фишка не распространяется на те сохранения, в которых капитан Шепард пафосно погиб. Ну, сами понимаете, это будет как-то странно. Но не расстраивайтесь, если вам хочется угробить героя, в новой игре разработчики тоже сделают несколько финалов, среди которых наверняка будут и очень трагичные. Впрочем, пускай Шепард во главе сопротивления, но без помощников ему не обойтись. Количество персонажей, которых можно брать с собой, будет урезано. Мол, в предыдущие разы их было так много, что некоторые просто пылились в углу. Кроме того, среди напарников появится много старых знакомых – Лиара, Гаррус и даже Тали. Третий масс-эффект вообще постарается собрать всех заметных личностей, которые не погибли. Зато разработчики серьезно подошли к экшн-составляющей. Система укрытий станет более удобной, а потому более динамичной. Можно будет взять и укатиться от врага. Можно будет модифицировать оружие, улучшать их характеристики и менять внешний вид. Да и в целом стрельба станет более проработанной и убедительной. Вернутся гранаты, боевой экзоскелет и стационарные турели. Даже станет возможным сразиться в ближнем бою. Противники перестанут глупить, водить хороводик и отважно рваться под пули. Врагов же будет много – жнецы, хаски и неожиданно оперативники Цербера, которые хотят причинить боль капитану Шепарду по неизвестным причинам. А локации для сражений слегка вырастут в размерах, чтобы дать больше раздолья. А вот с РПГ-элементами ситуация туманная. С одной стороны, древо умений расширится. И в целом, в сравнении со второй частью, свободы в развитии персонажа станет побольше. Но, скорее всего, игра не дотянет даже до ролевых возможностей первой части. Как РПГ она предоставит компромисс между Mass Effect 1 и 2. Все-таки разработчикам значительно интереснее делать акцент на диалоги, поступки героя и, главное, последствия его действий и слов. Уж здесь они дадут отыграть почти любую роль, какую вам вздумается. Как ни странно, авторы все-таки решились на многопользовательский режим. Правда, только кооперативный на четверых человек. Все-таки соревновательный мультиплеер требует значительно больше ресурсов, серьезного бета-теста, проверку баланса и прочие телодвижения. Значительно правильнее потратить эти силы на сингл, согласитесь. Хотя, не рассчитывайте на полноценную историю, встречу с героями сингла и так далее. Это лишь дополнительное развлечение для тех, кто хочет сыграть с друзьями. Насколько ролевой окажется в Mass Effect 3, сейчас сказать трудно. Тем более в наше время, когда жанровых гибридов становится все больше и больше. Понятие РПГ довольно сильно размыто. Однако, совершенно точно, что BioWare постарается выжать максимум из финала трилогии. А значит, покажет впечатляющую, пафосную космическую оперу, где от вашего выбора будет зависеть едва ли не все. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok